Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю знакомиться с релизной версией Old World за Грецию, за Древнюю Грецию, уже, по-моему, 12 серия, конечно, всё тут очень долго, зато внимательно и с интересом с этим всем разбираемся. Так, у нас умер один из членов правления, даже я как это лучше называть, ну, участников правления страной, Александр Министр, но он вроде у нас, а, это канцлеры, так мы уже нового назначили, да, мы уже нового назначили прошлым ходом, давайте дальше разбираться, я сейчас вырублю свою рожицу, будем смотреть, что у нас тут вообще дальше есть, кстати, я хотел посмотреть внимательнее, что у нас влияет на несчастье, ну, как, видите, как больше всего идёт от уровня сложности, просто плюс 11, всё остальное у нас, ну, и ещё один у нас тут есть, вот, культ любви языческий, но, правда, он ещё и плюс 20% культуры даёт, благодаря этому тут в городе у нас уже легендарная культура. Так, я стремлюсь построить ещё одно чудо, давайте вспомню, что длиной, ну, это одна из наших амбиций, давайте я хочу вспомнить, что требуется для этого чуда, 1200 камня и 600 дерева, окей, так, ладно, что у нас по юнитам здесь, уровень для лучника, давайте игл ай, чтобы игнорировалась дистанция, потому что здесь от большей дальности больше, меньше урона. Так, а это... Давайте я этих попереключаю вот так, чтобы они при... Если мы видим соперника, чтобы... Кстати, у нас вот тут есть гарнизон, подождите, мы можем сейчас кого-нибудь... Так, этот тут в гарнизоне и находится, вот этого можно сюда перевести, между прочим, хай он тут набирает опыта. Так, хорошо. Как вы думаете, какая вероятность всё-таки, что на нас будет Вавилон нападать? Так, здесь мы построили что? А, очередной, по-моему... А, нет, баню мы построили, холодные бани. Теперь давайте тёплые. Телеграме предлагает тут пастбище. Здесь дворец. Ну, дворец, кстати, тоже хорошая идея. Он снижает, видите, содержание города на 10%. Плюс 10 цивиков, плюс 7 денег. Ну, это, кстати, от содержания, в общем-то. Плюс 50% к цивикам. Может, мне здесь лучше его построить? А вот ещё, кстати, бараки. А что я туда отправил? Я вот в этих бараках мог повышать юниты. Ну-ка, давайте вот сюда колясочку вот эту тогда, чтобы они прокачивались. Бай, 20 опыта даёт, когда юнит в бараке находится. Или сначала всё-таки тёплую баню. А, давайте дворец. Вот тут прям ближе к центру города. 120 камня. Дальше. Тут бани горячие есть. Так, в Каркире у нас должно быть очень медленно теперь набираться несчастье. Игра предлагает амфитеатр строить. Я могу, кстати, ещё один коттедж поставить. Ну, если здесь амфитеатр, то, наверное, тогда имеет смысл тут коттедж поставить. Но сначала я с коттеджа начну. Потому что они у нас деньги дают, которые потом нам дают ресурсы, считайте. Так, здесь мы на каменоломне у нас два юнита сделали кучу каменоломен. Ну, тут я бы всё-таки лесопилки поставил. Тогда давайте сюда. Это самый дорогой ресурс на всякий случай. И сюда. Так, ещё три рабочих. Этот у нас... Сейчас посмотрю, что я дороги везде здесь... А, вот тут у меня дорога ведётся. Так, вот этот у нас делает дорогу дальше. Чтобы перемещения были максимально... Да, вроде сеть дорог очень неплохо уже сделана. И два рабочих остались. О, амфитеатр. По-моему, первый колизей... Ну, амфитеатр первый сделанный. Так, ладно, сначала я вот этого хочу. На что я тут хочу. Мне шахту предлагают строить и библиотеку. Но библиотеку у меня пока камни нет. Давайте шахту. Только я здесь построю. Потом у меня будет соседство с этой шахтой. Просто сейчас не тратить приказ на перемещение. А этим... Я так понимаю, в принципе, в городе... Сейчас надо в легендарном городе посмотреть. В принципе, в... Нет, четвёртый можно. Значит, максимум четыре можно делать. Будет. Ну, фермы я больше не строю. Потому что у меня просто еды немерено валит. Постоянно. Кстати, я же хотел... Светилище Афина. Вот тут у нас... Министерство. Тут суд. Вот сюда надо. Светилище Афины. Чтобы заменить ферму, надо контрол держать. Видите? Она будет давать плюс один цивик за каждый соседний... Суд. Ну, берём ферму. Господи, у нас ферм... Еды, точнее. Я уже не могу одевать. Так. Сейчас идти в городах. Решим, что мы построим. Тут мы... Ну, больше нам вроде негде... Размещать... Тут юниты, наверное, продолжу строить. Давайте лучника, пожалуй. Так. А в Каркире? Так. А в Каркире? Олимпиада. Фестиваль... Ну, вообще тут седьмой уровень уже недовольства. Минус 35 ко всему. Давайте, наверное, фестиваль проведём. Снизит недовольство реально. Так, и пять приказов для скаутов. Мне вот правильно тоже писали в комментариях, что легитимность важна для приказов. Вот давайте просто посмотрим, что у нас 18 приказов и одна десятая от легитимности. То есть, каждые десять легитимностей – это один приказ. И довольно много легитимности идёт от исследования территории. То есть, исследование территории – важная часть игры тоже. Чем больше вы видите мест всяких, тем, собственно, больше вы потом приказов можете сделать. А тут я шёл, кстати, посмотреть на войну Персии и Вавилона. Потому что у меня такое ощущение, что она чисто на бумаге написана. А на самом деле они нифига не делают. Вот тут я хочу за этим понаблюдать. Но вообще написано, вот эти атаковали вроде кого-то. Сейчас посмотрим, так пока Ассирия ходит. Сейчас будет... Главное не, чтобы войну никто не... Потому что я не знаю, как мне будет вывозить тут. А, я сейчас ещё Цивикс Буст делаю, чтобы принять законы, я вспомнил. Поменять там тираниную конституцию и... А что так долго у нас Ассирия ходит? О, пошёл. Блин, такая Ассирия долго ходила. Так, вот Вавилон. Ну... Да, всё-таки война какая-то происходит. Друг в нужде. Сообщение о пропавших персидских кораблях с побережья. Наши навигаторы переоценили свои способности и... Мы, видимо, на... Ну, вы ещё потерялись в корабле. Можете ли вы нам помочь? А, теряются. Короче, они просят, чтобы им картографию дали. Ну, наверное, соглашусь. Вы знаете, не хочу портить отношения с Персией. Пускай они с Вавилоном воюют. Как у нас вообще тут отношения? Ну, вообще, минус 80. Но было ещё хуже. Как мне кажется. Так. Запрос инструментов. Письмо от герцогини Хидны. Она проводит время в обучении. Просит, чтобы я потратил сколько-то денег, чтобы... Она лучше... Аспект своего обучения. Ну, минус 1000. Как бы у нас денег дофига. Я думаю, да. Она, видите, станет... Все три варианта хорошие. Образованные стало. Плюс две мудрости. По-моему, круто. Так. И... Канцлер у нас прокачивается. 44 года ему. Дисциплина. Это плюс деньгам. Харизма. Отношения семьи лучше. Либо храбрость. Я, наверное, отношения семей сделаю. Выше. Видите, когда в зелёном, да, то содержание каждого города минус 10 процентов и сила юнитов плюс 5 процентов. Когда жёлтая, это обычная. Тут ни штрафов, ни минусов. Ну и когда в минусе, это наоборот штрафы даёт. Так. 26 приказов. Продолжаем тут делать дорогу. Так, здесь каменоломня сделана. Слушайте, а дайте я посмотрю, есть ли у нас в каком-то из городов... Кстати, в Каринфе нету... Нету губернатора. Надо назначить Каринф. Сильный город. Тут бы кого-нибудь на шахты. Ну, кстати, Филипп сострадательный. Правда, он будет много... Ну, несчастья плюс 1 давать. Вот это интересно. Всё, есть минус 1,7 науки, а зато денег дофига, цивики, культура будет идти. Она... Ну, минус науки, потому что она ленивая. А вот это вообще всё даст. Давайте вот эту молодую добавим. Я понимаю, что это 100 цивиков, но я следующим ходом тысячу получу. Или две тысячи, я уже забыл. Нет, тысячу. Ну, мне этого достаточно будет. Два закона принять как раз. Необходимых. Так, что мы тут делаем? А, я баню здесь, кстати, хотя бы... Стоял-стоял этот, я вспомнил, что я тут... Вообще-то он у меня ждал бани строить. Точно. Так, что мы здесь построили? Академия. Это научная, кстати. Ну, вот, крепость тоже не помешала бы, потому что даёт 60-х приказа сверху. Да, но здесь мы можем коттедж поставить. Коттедж мы поставим вот здесь. Или, подождите. Мне потом ещё амфитеатр бы построить. Так, университет могу сделать. Нет, вот тут коттедж поставим, а тут амфитеатр потом. Не хватает реально пинов, чтобы отмечать, где я что хочу строить. Сюда амфитеатр просто прям сразу можно, наверное. Блин, сотню камня требует. Сейчас я подумаю. Так, это я для лучников сделал. Ну, в общем-то, они тут и стоят, теперь получают опыт. По-моему, бараки и... Так, бараки. Просто две штуки, и для стреляющих только две штуки на город строится. Ну, тогда давайте этот порт. Порт. Вот сюда. Ещё ни одного порта не построил. Так. Наверное... Наверное, куплю камень. Давайте амфитеатр построим здесь. Это 934 монеты. Нормально. А с другой стороны, нафига тут уже легендарный город? Ладно. Меня вот спрашивали, можно ли ещё за военные очки. Просто да, вот видите, вы заплатили 200 нафиг военных очков, и это для второго уровня, сразу прокачаетесь. Кстати, а почему мне этого и не делать? Потому что у меня военных очков дофига с другой стороны. Давайте... Так, плюс 1 дальность. Качнём. А тут против раненых. Так, это 3 уровня. Слишком много платили. Тут 50 можно заплатить. Давайте в городских районах. Так. И у этих юнитов... Например, фокус третьего уровня. Сувероятность... Я не знаю, это складывается или заменяется, но так как все 3 тут, мне кажется, складываются. 25, то есть 45 процентов, что крит будет нанесён. По-моему, прикольно. Немножко качнём юниты. Так, 2 приказа. Нет, давайте вот этот вглубь. Битв. Ну, смотрите, они воюют довольно старыми юнитами. Прачники. Вон, 2 прачника стоит. С генералами, правда. Давайте я сейчас включу, чтобы мне показывало все юниты, которые... То есть у меня-то сейчас в опциях стоит, чтобы просто только с теми, которыми я воюю, показывало перемещение. Всё, я включил, чтобы сейчас показывало все юниты. А вот теперь там и Карфаген, например, покажет тоже. Ну, а Сирию мы просто не видим. Так, я сейчас не знаю, как оно будет переноситься. Надеюсь, что будет и показывать сейчас вот эти... Вот эти битвы просто, как они будут действовать. Это на один ход чисто я включил, чтобы... Чтобы посмотреть. Так, а что это показывает? Следующий юнит. Вот ход Карфагена. Там сейчас парочку покажет, я так понимаю. Ну, тут идёт осада. Тут скорее атакует Вавилон. То есть, во-во. Так. Фига себе прилетело камнями. Вот это акадские лучники, они очень сильны. Не знаю, почему они не хотят вот этого добить. Просто атакуют одного юнита и всё. Отходит Катапульта. Минус юниту персов. Минус ещё юниту персов. Причём там генералов, по-моему, мочат. Так что тут перемещение Рима ещё. Не очень приятно. Ну ладно, сейчас я отключу тогда дальше. О! Выполнили амбицию. Плюс 10. Наша тётя умерла. И наш муж-король-консорт стал сильно болен. Так, тысячу цивиков получили. Дальше я хочу... Так, профессиональная армия. Два военных очка, может быть, от... Либо волонтёры. Или лучше вот это открыть. Фискальная политика. Профессиональная армия во всех городах на 25% сокращает строительство юнитов. Плюс два военных очка от каждой сокровищницы. Но при этом 48 денег содержание. Но денег у меня дофига. А волонтёры... 20 военных очков во время войны. Все города могут ускорять продукцию за население и содержание за цивики. Причём, странно, почему-то военная семья хочет именно волонтёров. Почему-то. Хотя, мне кажется, профессиональная армия более... Это более военная. Так, давайте откроем дерево технологии. И вообще подумаем, куда мы хотим идти. То есть, у нас уже... Вот так всё открыто. А где наши уникальные юниты? Я уже смотрел. Вот, по-моему, да? Нет, это сворцмены. Это наездники. Хм. А вот фалангиты. Вообще, мне надо, конечно, волтинг. Это одна из моих амбиций. Чтоб scholarship, открытие, волтинг. Но она у меня не выпала, по-моему. У меня вот это выпало. Это. Это. И фискальная политика. Ну, давайте, наверное... Давайте, наверное, вот это. Майнер, это... Особняк. Откроем. Я просто хочу дешёвый открыть, чтобы мне, возможно, быстрее вот этот теха выпало, чтобы я мог амбицию выполнить свою. Так, теперь... Так. Грицогения Хидна закончила обучение. Что мы... Кем она у нас будет? Тактиком? Либо фанатиком? Может быть, генералом и канцлером ещё при... А какие у неё вообще... Две... Пять мудрости у неё. Блин. А чё она... Мне бы её... Губернатором. А на Вите... Не может быть... Не сможет быть губернатором в итоге. Губернатором в итоге. Открыть. Во-первых, я тут хотел на конституцию поменять. Тут я, по-моему, философию хотел, да, взять. Ну да. Слушайте, тут ещё появились гильдии и элиты. Гильдии во всех городах... А, минус одно несчастье от городов. Может, я это хотел взять? И минус 10% шанс на восстание. А смотрите, а элиты позволяют сохранять приказы. У меня вообще-то очень мало лишних приказов, прямо скажем. И плюс 2 приказа от каждого легендарного города. У меня, по-моему, один уже есть. Пело. Я думаю, скоро... Блин, интересные, конечно. Ну, я, наверное, всё-таки гильдии приму. Давайте гильдии. Тут я всё-таки вместо философии хочу сначала на конституцию, потому что и это, и это даёт... Нет, это даже минус к несчастью даёт, а этот плюс к... Науке. Но несчастье, мне кажется, убрать важнее. Это тоже в итоге и плюс к науке даст. Поэтому... Меняем. А тут мы наберём, я думаю, цивиков для философии. В итоге. Так, теперь смотрим. В пеле пока плюс 3 несчастья идёт, да? Третий уровень. Ну, видите, минус 15%. Что нам тут поделать? Ну, форум? Вот эти все штуки. В Дионе Трирему закончил. Сможет, офицеров... Сделаю. Так и так. А, ну, пока не буду ходить. Сейчас займусь рабочими. В Кротоне. Тоже форум. В Каркире фестиваль провёл. Снизил недовольство. О, видите, уже плюс 0 тут. Давайте ещё фестиваль. Снижаем недовольство. Тут получаем цивики. Я хочу ещё сразу закон принять. Следующий. Так, и тут дорогу, наконец-то, доводим. Так, это у нас суд, по-моему, я сделал. Давайте, наверное, поставим крепость вот сюда. Как раз в сторону Вавилона, если он решит на меня напасть. Так, что по юнитам? Это стоит. Стоит. Так, что-то у меня сейчас приказов будет дофига. У нас тут больше нету свободных бараков в каких-нибудь других городах. Похоже, что нет. Может, генералов подобавлять? Так, у нас все... А, блин, я хотел, кстати, залезть сюда. Смотреть, где я поставил губернатора. Я хотел другой же посмотреть. Кто из губернаторов строитель? Дипломат, дипломат. Вот, строитель. Это... А, только на минус один. Значит, нам не строитель нужен. Тут какие-то губернаторы позволяют сразу нескольких рабочих использовать. Хотя в Аргасе архивы дают плюс науку. Сразу несколько рабочих, чтобы работали на это. Но это, походу, не строители, видимо. А есть тут у нас Old Worldopedia, чтобы там почитать об этом. Нашел вот где хелп. Давайте посмотрим, какие бывают перки. Архетипы. Строитель. А, это только когда ты лидер. Рабочие могут. То есть, это не когда губернатор, а когда лидер. Понятно. Жаль. Просто подумал, где-то можно было бы чудо быстрее построить. Ладно. Давайте я, наверное, отправлю шпиона внедриться в Карфаген. Как раз мы низ всей карты откроем. 500 денег и 2 приказа. Все, наверное, где-нибудь вот тут встану в центре битвы, буду на все это смотреть. 10 приказов еще. Кстати, а вот этого можно убирать. Он максимум достиг. Это значит, какой уровень? Пятый уровень. Максимум уровень пятый. Вот этого можно уже тут не держать. Давайте мы его в город поставим. А на обучение вот этого отправим. Так. 8 приказов. Может, что-нибудь нашему управлению сказать еще сделать. Что у нас канцлер может? Подарки семьям. Ну, вроде нормально все с семьями. Усмирить какой-нибудь из городов. Снизить на один уровень получается. Давайте кротон. 100 цивиков, конечно, но мне кажется, снижение на один уровень это очень неплохо. 70 процентов шанс. Пускай. Так. Посол. Торговую миссию отправим. Давайте в Рим. Ну, все. 4 приказа еще осталось. Между прочим. Я сейчас просто в других городах, чтобы цивиков быстрее набить, буду консула. Блин, совет. Совет собирать. Сейчас в Пеле я форум построю. Просто вообще даже ни одного форума нету. Так, давайте сюда перенесусь, чтобы смотреть на то, что тут происходит вообще. Не знаю, почему Ассирия так долго ходит. Конечно, странно размещены все юниты, да? Так, опять начинают. Единственное, добьют юниты, просто такое ощущение, что Персия как-то... Не, убили. Отлично. Теперь лучника атакуют. Ну что, добьют его? Вот это хорошее размещение прачника в лесу. Именно. Ну, как минимум минус 2 юнита у Вавилона, да? Так, минус 1 юнит уже я вижу у Персии. Еще минус 1 катапульта. Но вот в лесу очень тяжело стрелять в лес. Очень мало урона наносится. Так, Рим перемирия с вандалами. Вандалы все-таки не взяли Рим. Хм. Ваш сын принц Балакрус менее дисциплинирован, но более харизматичным становится. и наш муж умер. По-моему, уже второй муж у нас нет. Давайте глянем. Да, второго мужа пережила королева. Так, ну тут надо опять думать, чтобы перепрыгнуть через голову, хотя принц Балакрус вроде ничего так выглядит. Две мудрости, шесть харизмы. Посмотрим, какие внуки будут. Так, неожиданная связь. Неожиданная персональная связь открылась по прямому каналу между лидерами Рима и Вавилона. Правление ищет способы улучшить взаимоотношения с обоими нациями. Так, улучшить с Римом или с Вавилоном? Давайте глянем. С Римом минус 14. Ну правда тут король скоро умрет, я думаю, что это может повлиять. А у Вавилона молодая королева, 23, и еще давайте с Вавилону. С Вавилоном давайте попробуем. Так. Все, тут построена дорога. Ну, теперь я думаю, что можно и пару ферм вокруг этого построить. Вокруг пастбища это уже всего лишь плюс 40 идет, хотя накоплена ферм немерено, еды немерено. Так, в Каркире предлагают построить амфитеатр. Ну, давайте, давайте. Почему и нет? Есть шахта, сюда шахту строим. Так, в Каринфе бани негде строить, да, нету, нету дороги. Игра предлагает суд. Ну, кстати, почему не построить? Только не там, где она предлагает, я вот здесь построю. Это цивики все. Вот оно, соточка стоит. Ну, купим. Мы можем немного, вообще 200 дерева я продам. Отлично. Так, теперь в городах в Пеле совет собираем, в Каристосе я лучника сделал, да? Сколько у нас вообще уже юнитов? Так, лучников раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. конных два. Рукопашных три, четыре. Давайте лучше коня. Так, тут философа сделали, еще два жителя. В амфитеатр может. Давайте в амфитеатр. В Аргасе совет. Так, лучник. лучник сразу уровень получает и исследуем скаутами и триремой территорию. Ух ты, А Ассирия с Карфагеном случайно не воюют? Нет, Ассирия с Египтом воюют вот в той стороне где-то. Ну, наверное, не будем уже окончательно за войной наблюдать. Давайте я выключу эту смотреть за всеми перемещениями. Давайте только с теми, с кем мы в войне будем смотреть. так, семь приказов. Ну что, генералов назначить? Тут есть генерал. лечится на нейтральной территории, давайте возьмем. Так, и давайте вот этому лучнику. плюс 36% крита, а сам иммунен криту. Может, сейчас с кем повоевать? Давайте еще посмотрим, как у нас намного сильнее Ассирия, и по науке, я так понимаю, мы равны. Карфаген просто сильнее, но немножко умнее. Персия тоже просто сильнее и равен. Вавилон просто сильнее и чуть умнее. Рим все еще намного сильнее, и Египет по силе одинаков, а по техам отстает. Ну, там, очевидно, Египет пилит, мне так кажется. Просто пилит. Так, как же нам эту... Давайте, наверное, сейчас прекратим какое-то строительство за камень. Мне надо попробовать построить чудо. Хватит уже... Мы кучу всего за камень делаем. Мне надо накопить камни. Как бы добыча-то нормальная, 126. И вообще камня добывается больше, чем чего-либо, но, к сожалению, тратится на что-то. сколько идёт уже дерева на содержание, например, 21 дерево идёт на содержание юнитов. Ассирийское язычество. Королева перестала скорбеть по утрате мужа. О! Керцогиня Хидна, ваша дочь, плюс дисциплине получила. Отлично. И предложение женитьбы от алкоминидов. Мудрый, храбрый, но не дисциплинированный. Ну, наверное, этого возьмём. У аргидов будет минус 40, правда, но этот получше муж, как мне кажется. Тем более, может быть губернатором будет неплохим. Великолепные мыслители. Колония мыслителей, художников, торговцев образовалась среди низшего класса в границах деревни. Короче, нам надо как-то использовать их таланты. Кого из них мы возьмём? Математика получим учёного при дворе, юриста получим министра при дворе и никак вообще не будем использовать. Давайте, наверное, математика. Давайте посмотрим. Так, это у нас 25-летняя учёный. Почему-то, да, мудрость, харизма и дисциплина. Добро пожаловать. Давайте посмотрим, может, где-то... Ну, тут у нас королева губернатора, но мы же можем всегда заменить, на самом деле. Но она, в принципе, неплохо, как губернатор, да? А вот это Фила может в каком-нибудь другом городе тогда? это наследник. Он, ну, вообще, он несчастье минус 2 даёт, тоже неплохо. Это неплохой губернатор. Друзья, почему тут нету вот этой новой, которая, вот эта Фила, а она, она почему-то относится к селевкидам. Это только в городах селевкидов может садиться. Блин, может, всё-таки её здесь использовать, а королеву в другой город какой-нибудь пересадить любой? Давайте, наверное, так и сделаем. Мы используем цивики, но, мне кажется, оно того стоит. Так, здесь, блин, плюс 3 к несчастью добавляет. Это слишком круто, по-моему. Давайте сюда королеву как раз определим. Или, наоборот, принца. А, он в другом городе работает. Давайте сюда королеву, потому что мне вот это не нравится, плюс 3 несчастья. и здесь проведём фестиваль, чтобы несчастье снизить. Давайте после создания офицера. Да, блин. Вот так. так, в кротоне мы форум закончили. Давайте собрание. Мне надо 400 набрать следующим ходом, и я приму закон, который тоже там науку начнёт давать. Давайте сюда спица сейчас пока сделаю побыстрее, чтобы больше цивиков давало. Так, а спели ещё совет соберём. Так, как нам теперь перестать тратить камень? Что мы вообще можем построить не из камня? Рынок. Ну, давайте рынок. А, ещё ж можем этот порт. Давайте вот здесь порт, а тут они просто друг на друга взаимодействуют. Видите, плюс 20 соседнему рынку. так, здесь мой порт построим. О, ещё тут есть сети, вот сети поставят. Тоже дерево тратится, а не камень. Так, лесопилки строим. А, это за границей, блин. и тут за границей. Вот мне за границей. Давайте сюда пойдём. Хотя что-то далеко идти будет. Ладно, пойду. и здесь баня строится. Ну, ещё рынок тогда. Хотя я тут рынок уже сделал с этим. Со старшим держателем дома. Так, давайте в каркиру тогда переводить этого рабочего. Там никого нету. Уровень. Лучника сюда. Так, тут скауту не пройти уже никуда, да? давайте ка мы кораблём поплаваем. И вот этим скаутом поисследуем так. О, более-менее понятно. Итак. Ну, зашибись. по очкам стою. У Карфагена кстати, больше всего очков. Сколько у них городов вообще? 10, 15, 16 городов. 16 городов, из которых один легендарный и 5 сильных по культуре. ну и по 4 очка от 2 чудес у Рима. 12, 15 городов и всего одно чудо. у Вавилона. У Вавилона вообще мало. Кстати, 8, нет, 9, у него один легендарный есть. У Рима, кстати, ни одного легендарного города нету. У меня 8 городов. Так, Ассирия объявила войну Карфагену. Королева Карфагена умерла. Ну вот это Ассирия объявила войну Карфагену, это радостно. Слишком круто у Карфагена все. Новая, так, королева умерла, новая королева, ну 76 лет, да, пора бы. Королева Персии умерла 60 лет. Теперь у нас новый король здесь. Вроде неплохо к нам относятся. Причем, а королева Карфагена новая вообще Angry к нам, то есть зла. Что-то король Рима умер. Что все умирают? Ну этот тоже старый был, конечно. Блин, а новый король хреново к нам относится. Вот ты же блин. Я что-то ему сделал. Причем сделал что-то королева Антония, еще предыдущая чувиха. Во блин. Видите, как проходит ваше решение через много лет. Королева Митродора серьезно заболела. Минус два, это дает минус два к семидесяти процентный шанс смерти. Джи, блин. Так, умерла матриарх. У нас новый матриарх, глава греческого язычества. мы открыли территорию Карфагена и какое-то событие за счет того, что мы усмиряем город канцлером. неожиданно кротонский Леонид, нет, Леонид из Кротона, скажем так, лучше, помог канцлеру Пиру усмирить жителей Кротона. Как мы вознаградим его за помощь? Благодаря тому, что у Леонида харизма больше двух. У канцлера... Нет, подождите, у Леонида это губернатор Кротона. Так, дать ему мою поддержку. Мы теперь союзники с королевой становятся. правление его достижения отметит. Это плюс к мудрости, плюс к дисциплине Леониду. По-моему, это прикольно будет. Да. Либо можно, всю семью отметить. Это плюс 20, но у нас с алкеминидами вроде и так ничего. Отношения. Нашим посол Аудата провалило миссию по созданию торговой пути с Римом. Были бы деньги... Не хватает 5 монет всего лишь, смотрите, чтобы улучшить отношения с Римом. жаль. Жаль. Так. Губернатор Кротона. Ну так Леонида надо ставить. Хотя он не был губернатором, это он просто помогал. Да, Леонид ничего такой. Так, что мы в городах делаем? В Пелле еще один совет. В Кротоне. Я так понимаю... А, баня тут еще не доделал. Мне рекомендуют сюда разместить специалиста, но я совет проведу. Нам нужны цивики. пока... Просто если мы спецов размещаем, они за цивики строятся, и у нас не будет плюса. Фестиваль провели. Давайте-ка еще фестиваль. Тут плюс ноль, будем снижать просто недовольство. Готово. Что делают рабочие? Опять же, не хочу тратить дерево. не тратить дерево. Это у нас только... у нас ни одного... Не хочу камень тратить. Нету ни одного здесь коттеджа. Блин, но они стоят сорокет. Сорок камня. Фермы дерева стоят амбар. А из городских улучшений у нас только рынок, по-моему. Рынок и вот это... Давайте рынки, наверное, тогда. Вот этим парнем. А там соседство два надо? Да. или рынок вообще везде ставится, не пойму. Да, два городских тайл, сюда надо ставить. Видите, все... Блин, как мне тут мотать? Все улучшения... Вот тут смотрите, вот в этот столбец. Все улучшения камень требует. Вот Grocery Fair это следующее после рынка. Я их не могу сейчас строить. Они тоже из дерева строятся и... Ну, водная мельница не открыта еще. Там была водная мельница, видите? Она еще просто не открыта. А остальное мы тут нигде построить не можем. То, что требует дерево. Давайте тогда, наверное, вот этот сделать. Тем более, что у нас вон лучник стоит. Тут есть гарнизон. Рядом с гарнизоном даст бонус. Давайте тогда и лучника прямо сюда переведем сразу. Так, окей. Здесь строим порт плюс четыре соседним ресурсом. Он еще, видите, надо рядом с этими сетями строить. Каменоломня. А, нет, я его сюда в каркиру перевести хотел. Что нам тут делать? Что нам тут делать? Можно лесопилку поставить? Можно рынок поставить? ну вот ферму игра предлагает. Да, ферму. Опять же, плюс 33. У нас же идет потребление, повышается потребление еды постепенно. так что, на будущее. Здесь игра предлагает шахту. Ну, давайте на шахту пойдем. так, тут я сначала корабликом плаваю. О, еще плюс к легитимности. Албаранское море открыто. так, а здесь, наверное, вот этим будем ходить. О, что-то у них тут построено такое святилище Митры. Слушайте, а вот город у персов, который вдается... Ну, Вавилон, на самом деле, очень странно, конечно, города расставил. По-моему, ой, тут варвары какие-то у нас есть. По моему скромному мнению. Так, хорошо, давайте этого поставим, чтобы как-то посмотреть на войну Карфагена и Осирии. Что-то я, правда, не вижу тут никаких движений. Может, они на море где-нибудь? Не, я бы тут остался, наверное. Давайте так сделаю и закончу ход. Я понимаю, что у меня еще два приказа. Блин, я мог, наверное, я мог шпиона внедриться в Осирию, например, отправить, чтобы ее в Осирии увидеть. Да, надо было так и сделать. Ну, смотрим, вот тут вот куча армий Осирии была. Я надеюсь, что они сейчас передвинутся сюда. Нет, такое ощущение, что они куда-то просто ушли. А, ну, вон, битвы какие-то происходят. Дочнее, происходили. Что уже? А это восставшие. Высокий уровень недовольства. Кстати, а как-то влияет уровень недовольства на вероятность восстания? Все, следующим ходом умирает королева. Но, наверное, тогда я не буду менять наследника. Там еще внук не особо умерла королева Тайя. Теперь Хетоферес королев. Блин, так много королев и так мало королей. Ассирия перемирия с Египтом. Они поменяют. воюют, короче, с Карфагеном. Они с Ассирией и губернатор Фессалоник. Ну, Салоник, как мне писали в комментариях. Ну, давайте мы Фессалониками называть. То есть, они в древности Фессалониками называли. Сейчас они Салоники просто. Так, тут мы открыли еще одну, еще один закон, но мы примем сначала другой. который на науку был. Бесплатная Трирема. Наверное, не будем открывать. Баллисты. Давайте Мейсманов откроем. Мы сюда апнем наших Секироносцев. Так, смерть губернатора. Я пока не буду иметь губернатора. Я хочу закон принять. Философию. Блин, а может инженерное дело дешевле? И у меня все семьи хотят философия всего лишь одну науку. Я понимаю, что быстрее специалисты городские, но я довольно много их и так построю. Давайте инженерное дело. Сейчас подумал, что дешевле на четверть дешевле чудо и все строится на один год быстрее. мне кажется очень неплохо. И плюс две семьи аж в плюс пойдут. Да и содержание за деньги, которых у меня немерено. У меня кстати вот еще принятие законов. Ладно. Еще надо подумать. Так, ну, нового губернатора я не могу тут вывести, потому что у меня нету цивиков, чтобы его поставить. В поисках знаний. Слова знаний о композитном луке путешествуют далеко. Короче, Египет хочет, чтобы мы им дали знания о композитном луке. Вы знаете, а я, наверное, дам, чтобы им проще воевать было. Египет самый отсталый, почему нет? Почему нет? Вообще не против. Так, давайте отправим шпиона теперь внедряться в Осирию. Дальше у нас сейчас еще открылся вот этот закон, да? Нужны ли мне сейчас кстати, наверное, я не буду спешить с принятием этого закона, поэтому я бы сейчас посмотрел, сколько мне требуется. Сейчас дешевле стали чудеса стоить, поэтому 900 камня, 450 дерева, 300 цивиков. Значит, цивики... Вы знаете, я могу следующим ходом попробовать начать стоить. Сейчас мне главное камень не использовать, то есть у меня следующим ходом будет 500 камня, а надо 900, да? Не, наверное, следующим ходом не смогу, потому что 900 на 17 рублей это 1700, это очень дофига денег. нет, пока еще копим. Что, могу цивики поиспользовать. Холодная баня построена. Блин, я не вижу, где мне тут горячую построить. Вот это прикол, кстати. Я думал здесь, но тогда мне не хватает городских улучшений. подождите. Ну, да, игра показывает, что здесь я нигде не построю. хорошо, давайте я вот здесь построю вот это для того, чтобы этот лучник качался. Так, это тут стоит. катапульту я тут катапульту построил. А зачем? Сие науке неизвестно. Так, ну, я тут коней строю в користосе. Давайте сразу уровень дадим. в користосе продолжу коней строить. Хотя, что они на содержание требуют? Две еды. ну, нормально. Стэтфест это против племен, варваров. На самом деле это не особо мне сейчас нужно, но это способность этого, этой семьи. Так, в кротоне. Я бы сейчас каких-то спецов построил. Есть один житель. доктора игра предлагает. Ну, не знаю, немножко странно доктора, потому что он не дает счастья. Я бы скорее вот песца в суд. Так, еще философа предлагает науку. Нет, давайте лучше песца. В Каринфе Анагар достроил. Так, еще житель есть. Вообще ни одного улучшения нету для... Давайте, наверное, фестиваль. Тут уже семь несчастья. Давайте фестиваль проведем. фестивальн. пройти а почему меня один а там он стоит типа в ожидании тут у меня есть где тут скаут который просто ожидает давайте мы его сюда отправим и сюда так впели впели тоже давайте спеца на цивике так 7 приказов тут по моему этому парню все цивики нужны для выполнения подарок а подарок семье можно какой давайте аргидом отправим посол посол послу цивики нужны для выполнения всех этих тоже цивики можно не проверять ну тогда все пять приказов еще остается нормально идем к нашей мечте строительству чудо причем там еще чудеса можно строить только в зависимости от культурного развития города также вот этот последний человек только в легендарных городах возможно постройка это как раз наверное для того чтобы кучу чудес не начинали например хотя они требуют ресурсов много у меня сейчас королева умрет к сожалению метродора ну метродора неплохо про правило хотя рано умирает 54 года мне кажется рановато но очень неплохие характеристики у нее были 324 а здесь будет ну тоже кстати 26 но правда минус 1 так это становится наследием карфаген перемирие с вандалами королева метродора и губернатор она же губернатор диона умирает а принципе рекл теперь может обучаться так последнее одолжение на похоронах королевы метродоры вы встречаетесь с королевой илтания королевы вавилона я должна метродоре и было бы не не красиво не отплатить поэтому позволь мне заплатить вместо нее тебе что ты примешь так соразмерную донацию 2200 денег либо пускай она продолжает быть нам должной ну давайте я бы деньги взял почему нет кстати метродора умерла сразу улучшились отношения со всеми государствами во многом только он с египтом есть проблема а так во всем остальном так а с семьями тоже неплохо ну вот с аргидами мы сейчас ведем переговоры от наследника к наследнику вскоре после вашей коронации вы получаете сообщение от цепи со наследника персидского трона он посылает вам поздравлений и наилучшие пожелания а как следующий в линии наследования он верит в то что вы оба сможете установить близкие дружественные отношения кстати интересно да с другой стороны взаимодействие с тейписом через персид не ну через голову персидского короля может привести к плохим последствиям так ну кстати блин они похожи братья я думаю тут вопрос на кого мне поставить понимаете я думаю может этот так а давайте их посмотрим умраны и харизма тину так типа чуть 1 1 храбрый и дисциплинированный а этот но он не храбрый он харизматичный более мудрый но не очень храбрый давайте все таки на короля валагасиса поставим ухудшим отношения с наследником то есть в будущем когда он станет наследником возможно у нас будет хуже отношения с персией так и надо амбицию выбрать для нашего короля я бы выбрал амбицию честно говоря четыре университета контролировать четыре чуда ну вот это сложновато мы только сейчас второе будем строить да слишком много ресурсов требует и захватить это точно нет пять вражеских так что четыре университета это вполне опасен причем что уже кое-где мы можем начинать их строить но правда мы пока копим камень на строительство чуда ну ладно я думаю королева умерла и на этом можно серию закончить в общем то продолжение в следующей серии у нас три амбиции если мы их выполним то мы практически уже приблизимся к победе балакрус новый вступил на трон его правление я думаю будет великолепно сколько ему лет 33 вполне может нормально ходов 20 поправить вполне в состоянии на это все играйте в умные игры комментируйте то что вы видите вместе будем ну мы вместе в общем то и познаем игру что тут у нас происходит все пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и